Единство. Сначала не было ничего, и потому было полное единство. Разногласия, конечно, были, но не принципиальные. Сотрудник, например, звал к себе домой, где после юбилея высокопоставленного папаши осталось куча недопитого зелья и недоеденного корма. Учитель отвергал объедки, даже если они с королевского стола, а не со стола какого-то захудалого министра, и звал к трём грациям. Кис говорил, что дети не отвечают за родителей, и звал к сотруднику, где намеревался быть представленным министру и высказать свои соображения. Для этой цели он даже выучил пару латинских цитат о законах. Распашонка настаивал на забегаловке поближе к его дому. Кис, как всегда, ныл, что у него на этот раз нет денег с собой, и клянчил закурить у всех подряд. Все знали, что деньги у киса водились порядочные, так как он был скуп и копил на дачу. Но это было милое чудачество. Да и много ли нужно на одну-другую кружку пива? И Крикун, заработавший накануне на разгрузке вагона с картошкой десятку, говорил, что он угощает. Разногласия наступили позже, и совсем по другой причине. И ещё не тогда, когда Кис перестал пить и курить чужие сигареты, сослуживец защитил диссертацию, мыслитель стал референтом, сотрудник приобрел ещё более шикарную, чем у его ушедшего на персональную пенсию папаши, квартиру, супруга пару раз съездила за границу, болтун дважды лишился работы, учитель… А ещё позже, когда чётко определилось не только различие положений и образа жизни, но и мировоззрений. Когда сотрудник, приказав привезти Крикуна, спросил его имя, возраст, род занятий. А тут разногласия быстро урегулировали и направились к трём грациям. Пока ждали пива, поносили начальство и рассказывали анекдоты. И банский солдат, говорит сотрудник, заскочил в аптеку, схватил банку с надписью «Царская водка» и бежать. «Стойте!» – кричит хозяйка. «Это же царская водка!» «Вот и хорошо!» – говорит солдат. «Попробуем, что цари трескают!» На другой день солдат, как ни в чём не бывало, заявляется в аптеку. «Вы живы?» – удивилась хозяйка. «Это же смесь серной и соляной кислоты!» «Ах, вот оно что!» – говорит солдат. «То-то я вчера, когда мочился, сапог прожёг!» Посмеявшись, стали хвастаться выдающимися способностями ибанского солдата. «Поразительно!» – сказал учитель. «Вы все в качестве достоинств солдата называете недостатки общества. Плохая жратва, плохая одежда, бессмысленное времяпрепровождение. «Это закон!» – сказал болтун. «Чем меньше разрыв между образом жизни страны в мирное время и образом жизни солдата в военное время, тем более солдат приспособлен к войне!» «А кто это доказал?» – спросил учитель. «Я сам кое-что видел и должен сказать, что слухи насчёт солдат сильно преувеличены!» Принесли пиво, и бессмысленный спор прекратился. «Выпьем за то, чтобы им всем было плохо!» – сказал брат.